хочу представить вам продукцию мастера по резке дерева виктора дарухина доски для печатных пряников очень качественная резьба очень качественная древесина очень тонкая тонкие детали проработка тонких деталей вот например посмотрите эти доски они очень это не каждый может повторить подобную резьбу вот из обычного теста пряничного не для печатных пряников я сделала пряник чтобы показать вам достаточно четкая и здесь получилась фактура но если делать из теста которая предназначена для печатных пряников получается идеальные идеальные пряники рецепт теста дается каждому кто приобретает доски у этого мастера рецепт проработанный если соблюдать точно технологию изготовления этого теста пряники получаются очень вкусными мягкими и четкие оставляют четкий отпечаток еще хочу вам рассказать о силиконовых ковриках этого мастера коврики сеточки сеточки под вышивку канва под вышивку все мы знаем как сложно ровненько все это сделать расчертить если большие заказы много заказывают пряников с вышивкой очень трудно глазам это очень тяжело сеточки нам в этом помогают сетка а4 вот эта большая она рассчитана на формат а4 мы его можно пополам разрезать и у вас по 10 сантиметров получится две полосы которые можно спокойно использовать и для боковой части торта и делать на торте вышивки очень удобно сеточки фу сеточки эти коврики сделаны из пищевого силикона они долговечные они моются ничего с ними не делается служат они годами смесь которую мы делаем для этих ковриков она самодельная она не покупная стоит она недорого по изготовлению там буквально копейки получаются и она получается очень качественная качественная гибкая она держит форму не крошится ее можно и сделать заранее много таких ковриков проложить ее пленкой прозрачной обычные вот файлики и она хранится эти сеточки коврики хранятся долго месяцами буквально и вы их достаете чтобы использовать в очередной раз то есть вы можете сделать эту смесь и полностью ее израсходовав у вас будет запас вот посмотрите сеточка соты она гибкая остается я не боюсь и и долго держать на воздухе как из импортных смесей которые тут же сохнут и начинают крошиться мы просто на наносим на коврик линейкой буквально протягиваем эту смесь и оставляем ее на 5 часов на 5 на 4 на 6 вот эти коврики у меня сушились 5 часов я их очень легко сняла посмотрите они гибкие они их можно использовать как и для украшения тортов так и для украшения пряников очень удачный рецепт этой смеси для кружев вот я вам покажу сейчас как снимать спрашивали многие как снять с этого коврика вот так вот линеечкой мы наносим эту смесь просто протягиваем когда она высохнет мы переворачиваем линейкой прижимаем вот и все вот смотрите коврик сердечко он очень удобен для пряников которые вот в виде сердца посмотрите я специально сделала заливку сердечко розовым чтобы была видна эта сеточка приклеивается сеточка просто на водичку чуть-чуть смачиваем кисть водой проходимся по айсингу сверху и приклеиваем аккуратненько вот так нашу сетку все прижали ее чуть-чуть руками от воды она не плывет ничего не деформируется ничего с ним делается по вкусу она сладкая она на пряники практически не ощущается и на торте в том числе вот все и мы можем потом чуть-чуть она подсохнет и мы можем спокойно делать любую вышивку на пряники вот я сейчас простейшую снежинку сделаю покажу как как она будет смотреться и мы экономим время если у нас много заказов мы бережем свое зрение потому что если сделать 20 пряников с такой сеточкой вручную то вы все знаете что глаза от этого страдают а при больших заказах свадебные пряники новогодние пряники делать вышивку конечно тяжело вручную вот эти сеточки отлично нам помогают смотрите все любую вышивку придумайте окантовочку сделайте теми же точечками по краю и будет прекрасный пряничек вот теперь я еще хочу показать такие силиконовые коврики под эту же смесь они 10 сантиметров диаметре такой стандартный пряничный диаметр очень красивый получаются бабочки они четырех видов магазине продается так сейчас вот так покажу смотрите какая прелесть получается то есть вы положите на пряничек хотя бы одну эту бабочку оформите по окантовке точечками но сейчас я попробую даже сверху смотрите вот на вышивку будет двойная вышивка но кривовато я положила на это я просто показываю то даже вот на сеточку положили получится вышивка бабочкой вот еще одна бабочка смотрите какая красивая очень люблю я ее здесь дополнительно на каждой сеточке вот такие на каждой бабочке вот такие листики цветочки сделаны вы можете их сделать тоже для оформления пряника очень очень симпатичная так что переходите по ссылочке в магазин выбирайте пользуйтесь